На этой неделе в региональном отделении Единой России подвели итоги праймерис предварительного голосования. По сути, отбора кандидатов в кандидаты. Победители этих выборов партия делегирует на выборы в городской совет. Процедура внутрипартийного голосования не новая, но в этот раз без сюрпризов не обошлось. Василий Япончинцев расскажет подробнее. Вопреки мрачным прогнозам, Единой России удалось без скандалов провести процедуру предварительного голосования по определению кандидатов в депутаты городского совета. Их партия власти поддержит на выборах в сентябре. В праймерис участвовало 127 кандидатов, 13 из которых – действующие депутаты. Выиграли 10 человек. Мандаты могут сохранить Сергей Дроздов, Александр Иванов, Дмитрий Лицкевич, Алексей Сокин, Сергей Быструшкин, Алексей Саяпин, Александр Мураховский, Светлана Студеникина, Виталий Путинцев и Юрий Филатов. При том, что фракция единороссов в Горсовете состоит из 22 человек, возможно, ее ждет серьезное обновление. Или перезагрузка, как заявил сенатор Атомской области Сергей Попов. По его мнению, этого ждали давно. Перезагрузка и в этом должна быть. То есть в отношении, в ответственности, в качестве работы. Это безусловно. Среди кандидатов стало больше молодых политиков. На это голосование заявилось 54 кандидата в возрасте до 35 лет. 25 852 человека, пришедшие на 90 участков, смогли обеспечить лишь явку в 2,9%. Это хоть и выше, чем в прошлом году, но в три раза меньше, чем в среднем по стране. Теперь победители, занявшие первые два места на 20 округах, должны определиться, как их будут избирать в Горсовет. По спискам или по одномандатным округам. Эксперты полагают, что праймерис разрешат конфликты, которые раздирали прошлый состав Горсовета. В большинстве случаев проигравший признает свое поражение, так сказать, уходит. И, собственно, вопрос о том, кто вправе выдвигаться от того или иного округа, кто моральное право имеет и так далее, он снимается с помощью, собственно, волеизъявления избирателей.